Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья, с вами Миша. Ребят, честно, искренне хочу вас поздравить. Наконец эти мучения закончились. Нам больше не придется сквозь боль и кровь в глазах видеть то, как команда то ли не хочет играть, то ли не может играть, то ли и то, и другое вместе. В общем-то, этот сезон, который, наверное, самый паршивый вообще со времен ухода Фергюсона, по ряду причин, друзья, мы проиграли, и причем поражение уже, мне кажется, чем-то таким, знаете, из ряда вон выходящим. Ну, дома проиграли, ну, Кардифу, да, обычное дело, ну, не смогли забить, ну, и вообще не создали толком ни одного момента. Ну, как бы, это вполне сейчас уже кажется нормальным. Ну, и, друзья, собственно, этому, это вот все вот это дело просто сливается в унитаз, да, то, что обычно сливают в унитаз, это тоже вполне нормальная, естественная вещь, никто, да, не удивляется его происхождению. Ну, просто от этого иногда нужно избавляться. И сейчас, то есть, все мысли только о нашем светлом будущем. Давайте, а сначала начнем со стартового состава. Ну, выпустил Гринвуд, да, значит, Сульшер, то есть, единственное, единственное, что в этом матче могло как-то прогреть нам душу, это была молодежка. Ну, то есть, конечно, хотелось бы, чтобы и вышла молодежка, и при этом мы хотя бы не проиграли, но так не получилось. Ну, то есть, в конце там вышла Валенсия, да, собственно, мы поговорим и про уход Эрера, естественно, в этом матче. Ну, об уходе Валенсии особо много тут уже ничего не скажешь, это старый факт. Смолинг и Джонс, все как обычно. Янг, ну, лучший игрок Юнайт этого сезона шоу, участие в матче не принимал, там был Долот, вот. Ну, и Сульшер блеснул очередной раз своим чудо-ромбиком. Мак Томиной был Перейра был, Погба был и на острие этого ромба Джесси Лингард в нападении были Решфорд и Гринвуд. Ребят, ну вот, смотрите, да, ну, то есть, дайте про Гринвуду сразу скажем. 17 лет мальчику, 17 лет, да, то есть, он на голову лучше всех был вот в юношеской лиге, там, кажется, около в 30 он наколотил. То есть, что вот он из себя представляет, таким, да, скомканное впечатление, естественно, да, там, обрывочное мы сейчас о нем имеем, как выглядит Гринвуд в большом футболе. Как бы он, даже если он сегодня конвертировал хотя бы половину своих моментов, да, ну, все равно каких-то супер выводов делать нельзя, потому что, ну, это почти два разных вида спорта, то есть, юношеский футбол и взрослый футбол, да, то есть, если можно быть 17-летним гениальным пианистом, да, ты можешь, ну, ты можешь играть, скажем, с большими музыкантами и совершенно на их фоне не меркнуть. Это возможно в музыке, например, но в футболе, то есть, недостаточно одного понимания, скажем, игры и скиллов, там есть очень много факторов, там, то, что там физически некий фактор, то есть, это совершенно иное. То есть, в этом матче что показал Гринвуд? Да, он быстрый, у него хороший дриблинг, он очень, ну, есть какие-то задатки того, что он, типа, что-то там чувствует, может, там даже какую-то комбинацию может построить. Ну, ударчик у него сегодня не шел, но, понимаете, выводов, выводов, ну, как бы, никаких не сделаешь совершенно. То есть, понятно, что, во-первых, он такой, ну, он не маленький, да, то есть, он скоростной, пока совершенно очевидно, что это очень техничный человек, ну, вот, как бы, современной формации молодой форвард. Дальше, то есть, вокруг него, как бы, естественно, сейчас никакую команду не построишь, он совершенно не готов к большому футболу, пусть он дальше выходит, там, на заменку, да, если он, надеюсь, останется, не уйдет куда-то в аренду. Ну, и там, вот, как Решфорд, да, тот же самый, там, выйдет, забьет какой-нибудь гол и потихоньку вольется в основной состав. Как говорится, дай бог, но пока что можно только обратиться к тому, что вот у нас есть 17-летний мальчик, который вот уже подошел к первой команде. Ну, не более того, ну, не более того совершенно. Вышел еще один у нас юный вундеркинд, да, Анхель Гомес, который играл на позиции такого, ну, как бы, плеймейкера, по центру он играл. Ну, он маленький, он, ну, действительно, я не знаю, там, в цифрах, какой его рост, я не смотрел, но он такой, действительно, маленький, очень юркий, ну, такой какой-то вот будущий плеймейкер. Что показал Гомес в этом матче? Ну, Гомеса мы видели еще и раньше, да, там, но... Ну, ребят, не более, не более, чем просто талантливый мальчик. Команду никаких аналогий проводить там, я уже об этом вам говорил, что с классом 92 проводить никаких аналогий не нужно. То есть даже не потому, что вот на этом те были поколения, то было гораздо талантливее. Мы не знаем возможности этого поколения, но суть в том, что сейчас взять и построить команду из этих детей, ну, тогда мы вообще нахрен в чемпионшип вылетим. Да, то есть это, ну, молодежь нужно внедрять постепенно, учитывая то, что и футбол другим был раньше, и премьер-лига совершенно другой была. Сейчас наши конкуренты напичканы все суперзвездами, и, ну, то есть там их сила, может, не в суперзвездах, и выход Тоттенхэма и Ливерпуля в финал доказал, что дело не в Харри Кейне и Мухаммеде Салахе, а просто команды очень крутые, сами по себе, по духу. Но, тем не менее, конечно, сейчас, в 2019 году, нельзя боевитую команду состряпать из тинейджеров, какими бы они ни были гениальными. Ну, это, друзья, это мы сейчас можем с такими разговорами очень далеко уйти, как и что строить. Но, с другой стороны, нам, в принципе, сейчас только и остается, что говорить о каких-то, ну, возможных глобальных перестроениях, которые устроит Сульшер. Ну, возвращаясь к этому матчу, ну, я не понимаю, что сделал Сульшер в этом матче, да? Ну, он поставил вначале, значит, свой ром, вот этот любимый, мы пропустили. Ну, сейчас говорить о том, что там не было пенальти, то есть, естественно, там пенальти не было, чувак просто киксанул, не попал ногой по мячу, упал, там, долот своим подкатом просто, ну, накрывал потенциальный прострел, прострела не было, парень упал сам. Но второй-то гол мы пропустили в пустые ворота, нам забили, понимаете? То есть, здесь, о судействе уж, говорите, ну, совсем было бы жалко с нашей стороны. Просто, ну, просто недостойно. Вот, во втором тайме Сульшер, ну, как бы понял, что, ну, ёперный театр, последняя игра сезона, еще и дома, ну, как так, да? И сделал какую-то вообще дикую замену, заменил Джонса на Марсиаля. Ну, то есть, пошел ва-банк, практически парень в перерыве, вот. Ну, и в итоге, так как Мактоминый встал в центр защиты вместо Джонса, вот, в итоге, там, сквозь Мактоминая просто буквально прошли. Нет в этом прямой вины, скажем, Сульшера, да, потому что Мактоминый так дал себя пройти легко, но, ну, как, получается, постфактум, да, действительно так и получается. Ну, и там прострел, пустые ворота. Опять же, моменты у нас были, как обычно, были удары по воротам, там, Рэш, знаете, неплохо прошел, ударил, да, но ударил во вратаря почему-то. Ну, то есть, мы, блин, мы последний раз ряд выиграли месяц назад. Реально, месяц назад в чемпионате Англии. С тех пор, да, там, мячи и поражения сплошные. Ну, и там, за весь этот месяц мы, наверное, парочку мячей всего забили, два-три мяча забили, все. То есть, и каждый раз происходит одно и то же. Вот, и, а вот в этом последнем матче, на самом деле, он был тоже во многом показательным. Было интересно, ну, понятно, что никакой игры нет, что, что футболисты вообще, если какие-то без желания совершенно играют, но даже вот по этому последнюю матчу и по желанию футболистов хоть как-то сохранить лицо перед болельщиками, ну, можно, наверное, делать какие-то выводы. Что делает Погба? Ну, то есть, какие-то жалкие были попытки сыграть пяткой, да, там, то Погба, то тот же самый Решфорд. Ну, прошло уже, уже идут годы, Погба и Решфорд до сих пор не поняли, кто куда бежит и кому куда давать пас. Когда одновременно на поле Решфорд и Марсиаль, они тоже не понимают, куда бежать и что это как-то дальше делать. Ну, этот процесс, он совершенно нескончаемый, да, то есть, футболисты по-прежнему не знают, как друг с другом взаимодействовать, и каждый раз ощущение какой-то, какой-то претизонный какой-то матч, все максимально там растренированные и видят друг друга, кого-то в первый раз в жизни, а кого-то там впервые за два месяца. Вот опять такое ощущение, это одно и то же ощущение от матча к матчу. Но минимальное желание какое-то вот в этом матче, мне кажется, можно было проявить, и его никто не продемонстрировал совершенно. Старался Джесси Лингард, можно, наверное, его отметить. Ну, его КПД было нулевое. Вот, ну, какой-то, ну, вообще у Джесси, ну, собственно, у него стиль игры такой. Он очень, он много двигается, да, то есть, создается какая-то видимость его желания. Ну, просто, он просто так играет, да. Совершенно с опущенными руками, совершенно незаряженным выглядел Рэшфорд. То есть, у Рэшфорда, ну, сезон пошел по нисходящей, конечно, у всех, у команды, но у Рэшфорда, наверное, больше остальных, потому что он нападающий, а у него голевая засуха. Вот, и на человека видно это, что влияет, и он как-то вот играл с опущенными руками. Погба, Погба валял дурака, как обычно. Знаете, ну, был в первом тайме момент, да, когда Погба хорошо там прошел и вдоль лицевой прострелил. Ну, здесь должен был замыкать, там, Гринвуд, должен был замыкать. Но Гринвуд просто стоял в другом месте. Ну, и, то есть, он не чувствует момента, ну, собственно. Ну, может, знаете, может Погба обламывает, что вокруг него футболисты, ну, более низкого, какого-то такого вот, ну, по скиллам своим, а не более низкого уровня. Может, реально Погба теряет всякий интерес в этой команде. Ну, я за это совершенно его не виню, да. И я думаю, что процентов 99, ну, хорошо, 99, это может чересчур, но 95 процентов, что Погба летом уйдет. Ну, и если уйдет, то, ну, вероятно, что в Реал. Потому что Юнайтед не попал в Лигу Чемпионов, и Ану, Погба, ну, у него есть амбиции, ребят. Как, как может, с осуждением, то есть, то, что он, благодаря своим этим амбициям и желанию свалить из клуба, то, что он в команде, когда у команды дела идут плохи, он выглядит вяло, и он не доигрывает как-то в эпизодах. Здесь уже, ну, уже как-то на это ругаться, и никого смысла не имеет. Мы просто знаем с вами, кто такой Погба. Погба человек, который расцветает, когда вокруг него потрясная команда, потрясная в команде атмосфера, и Погба просто у него, его крылья раскрываются, и вот он становится такой бабочкой и летит. Вот, а в остальных ситуациях он скукоживается в гусеницу просто, и все, и валяет дурака. На поле. Таков этот футболист. Теперь, ребята, о главном, значит, уходит Андер Эреру. Ну, как уходит, уже ушел, да, то есть, даже в последнем матче он не вышел на поле. Жаль ли мне, а вот я не знаю, друзья. То есть, мы так все очень сильно любим Андер Эреру, благодаря за счет его характера, да, то есть, вот он, вот такой прямо красный дьявол, он показал это своей манерой игры, он прямо всегда был очень заряженный, в нем и лидерские качества. Вот Эрера, вот такой парень. Но, возможно, возможно, что, ну, смотрите, давайте так, вот объективно, невозможно, Эрера не является полузащитником мирового уровня. Потому что полузащитники мирового уровня, есть такой критерий, например, кого вызывать в сборную, да. Даже сезон, когда, когда там Эрера, скажем, имел в клубе игровую практику, сборные все на него клали. То есть, а в сборной Испании вы знаете, кто в полузащите, то есть, там полузащитники мирового уровня. Ну, Эрера, собственно, туда не дотягивал. Ну, как бы он вызывался, ну, так, эпизодически очень. В крупных турнирах он не играл. И, быть может, друзья, наша главная проблема в том, как раз, что мы понахватали игроков, даже те из них, кого мы любим за их характер, за то, что они, за их дьявольство, вот это, да. Может, и хорошо, что, может, сейчас, в общем, я хочу сказать, что Эрера, может быть, олицетворяет, это цинично звучит, но, может быть, он с собой олицетворяет как раз вот эту посредственность. Манчестер Юнайтед, да, который, вроде, с одной стороны, вроде хороший парень, то же самое, например, Джесси Лингерт, а то же самое Решфорд. Есть футболисты, которых не хочется отпускать из команды, да, они влюбляют в себя своим желанием или просто своей какой-то аурой, или, там, тем, что он воспитанник, или какие-то, ну, разные есть критерии. А, быть может, лучше сквозь боль и слезы расстаться с этими игроками и построить команду заново, быть может, середники, но которых мы любим, тянут команду назад. Это очень циничное суждение, друзья, я очень люблю Андера Эреру, вы не поймите, да, меня превратно, но я просто, так как уже это факт, что Эрера уходит, я просто пытаюсь найти в этом какую-то положительную сторону. Мы останемся, ну, то есть, Матич провел худший, да, сезон этот за футболки Манчестер Юнайт, и он тоже, собственно, не молодеет. Я думаю, что на Перейеру особых надежд нет. Есть, как бы, молодой Мактоминой, но он слишком молодой, и, собственно, пока что рассчитывать на него, как на какого-то там прям ключевого футболиста полузащиты, я думаю, что не приходится. То есть, получается, что уйдет Погба, да, ушел Эрера, и вот мы имеем стареющего и допускающего все больше ошибок Матича, что само по себе очень интересно, потому что Сульшер будет строить команду заново. Макфелон, как вы знаете, не будет спортивным директором, потому что он официально назначен ассистентом Сульшера. Разговоры о том, что вот там нужно специально человека, который будет там отбирать, ввести правильную селекцию, отбирать игроков, которые вот до мозга костей, игроки Манчестер Юнайтед, по-моему, это все, ребят, немножко романтизировано вся эта ситуация. Ну, вот Поль Погба, он воспитанник Манчестер Юнайтед, да, как бы, ну и что, и что вот мы в конце концов имеем. Ну, то есть, были сделаны, понимаете, за все эти годы, ребят, все наши тренеры сделали, как это виделось в тот момент, очень правильные вещи, да, покупали футболистов, доступных на тот момент на рынке, и очень качественных футболистов. Но кто мог подумать, что, разве что, для меня, честно, было удивлением, например, покупка Фалька, потому что он был как-то вне формы, уж совсем, но то же самое Демарье, кто мог подумать, что это все дело не выгорит. Ну, Шваннштейгер хорошо покупался старый, но он вообще был не пришей к кобыле хвост. То есть, трансферы, которые Мемфис, ну, покупка Мемфиса, это было просто, ну, просто огонь. А в итоге, что мы получили? Не знаю. Вот по факту, вот то, что сейчас, да, что говорят все там, все супер топ-эксперты, глядя особенно на успехи, там, того же Ливерпуля и Тоттенхэма, да, надо просто дать тренеру, то есть мы подошли к такому этапу, когда нужно дать тренеру какой-то шанс, дать ему полный карт-бланш, и дать ему несколько лет на то, чтобы реализовать свои задумки, если таковые вообще имеются. Это всегда риск, может, ну, можно скатываться от сезона все ниже, 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 да, и, а в итоге получится полный крах, потому что тренер, значит, строил под себя команду, у него не получилось вообще ничего, после него придет какой-то следующий, и что вообще с этим материалом делать? Ну, сейчас думать о каком-то следующем тренера смысла никого нет, вот у нас Сульшер, и летом будет происходить нечто очень интересное. будет глобальная фильтрация, и, я не знаю, пойдут ли они по пути того, что не покупать суперзвезд, я, ребята, вот честно, я не вижу в этом никакого смысла. Ну, в смысле, то есть, если есть на рынке какой-то, вот я же сказал, что полузащита у нас останется, ну, просто дыркой, да, и, допустим, на рынке есть уже готовая звезда в полузащиту, ну, почему бы не купить, если есть деньги? То есть, почему не покупать звезд? Просто потому, что они звезды, и, допустим, вот эта звезда потенциально, она, в ней не будет какой-то духа Манчестер Юнайтед, ну, это хрень какая-то, ребят, ну, вот как Сити построил, как Гвардио построил Сити, да, то есть, он покупал очень качественных игроков, но он покупал их много, но он покупал их очень точечно, правильно, и в итоге он создал машину, то же самое у Клопа, да, нет ничего плохого в покупке клевых игроков. Мы купили Лукаку, охрененного нападающего в самом расцвете сил. А дальше в какой-то момент, ну, это работа тренера, мне кажется, чтобы в футболистах был дух, да, чтобы они бились за себя, там, за того парня, и вообще за всех остальных, и как-то играли желанием, здесь работа тренера. Так что, друзья, еще раз всех поздравляю с тем, что этот сраный сезон закончился. Закончился он нашим отставанием на 4 очка от 5-го места. А напомню, что когда Сульшат пришел после поражения от Ливерпуля, мы отставали на 8 очков, и казалось бы, это невозможная дистанция, и потом эту дистанцию ликвидировали, но в итоге 4 очка, то есть, ну, вообще, хрень, то есть, фактически то же самое дерьмо, в котором мы и были, там же мы и остались, у разбитого корыта, вот. Сказка о золотой рыбке была очень краткосрочной, но дальше, друзья, будет некий очень сложный процесс. Я немножко его опасаюсь, потому что все-таки молодость Сульшера, но надеюсь, что как-то есть действительно у него вообще, у клуба, у того же Феллона и прочих есть какое-то видение действительно того, что нужно сделать с этой командой, и не просто с командой, а с клубом. Быть может, какая-то действительно модель будет меняться, но летом будет очень интересно, будет очень интересно, друзья, ну, и опять можно сейчас начать испытывать, знаете, вот эти позитивные, вот эти вибрации, да, того, что мы все-таки большой клуб, и мы в ожидании покупок совершенно разных футболистов, и то есть, какой-то будет очень интересный процесс, ну, и Сульшер сейчас, то есть, там, на такой, на крайней унылой ноте мы это заканчиваем, этот сезон, ну, просто катастрофически унылый, только падение было просто рожей вниз с ускорением 9,8, вот, ну, а, а дальше, ребятки, будет очень интересно, как, в каком виде все команд соберется летом, с кем продлят контракт, кого нахрен из команды попрут, и кого купят, это все колоссально интересно, я верю в команду, я верю в Сульшера, если я не буду верить ни в тренера, ни в команду, ни в руководство клуба, и вообще, ну, тогда, ну, можно вообще не болеть, это просто получится сплошной мазохизм, друзья, я к тому же вас и призываю, вы знаете, что нужно смотреть только позитивненько, сезон был говняный, во многом эпохальный, быть может, даже он войдет в историю, если Сульшер как-то закрепится у нас, не знаю, посмотри, так сильно далеко вперед заглядывать нет смысла, смысл всегда есть, вы знаете в чем, поддерживать славных парней из ManUtod.one, не только парней и девчонок, там, кстати, большая дружная команда, вот, не забывайте про наш родимый паблик Мы Юнайтед, про телеграм-канал, где весь сезон все матчи этого, хоть и сраного и унылого сезона, но они все там есть, можете поизучать, уникальная совершенно платформа, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не просирать мои видосы, подписывайтесь, ставьте лайки, никогда не отчаясь, потому что мы с Сульшер как-то, с вами был Миша, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова